всем привет с вами я дмитрий флеско вы смотрите кулинарную пропаганду в наших краях рестораны предлагают посетителям какие-то гигантские порции ну по крайней мере подавляющее большинство ресторанов я прекрасно понимаю что наверное многие из вас именно такие порции предпочитают но мне больше по душе именно маленькие порции дело в том что в ресторан я хожу не обожаться как слон а попробовать что-то новое для себя что-то интересное и если в ресторане маленькие порции то я смело могу заказать два три пять разных блюд все их попробовать и прекрасно себя после этого чувствовать но чаще всего получается так что мы с женой вынуждены брать в ресторане один салат и одно основное блюдо на двоих то есть один салат на двоих и одно основное блюдо на двоих и после этого даже после этого сил на десерт уже не остается ну и как таких условиях можно часто пробовать что-то новое. Я же не могу каждый день в ресторан ходить. Это и по деньгам накладно, и по времени. Поэтому чаще всего я для этих целей посещаю разные тапас-бары. Так вот, совсем уже задалека зашел, верно? В двух десятках, наверное, а то и, может быть, и больше подобного типа барах, я пробовал одно блюдо, которое называется гамбас габардино или а-ля габардино. Это можно приблизительно перевести как креветка в пальто. У нас конь в пальто, а у испанцев креветки. Так вот, во всех этих местах повара по-всякому сгорелись с кляром. Где-то он был лучше, где-то хуже. Но во всех этих местах мне в этом блюде недоставало яркости вкуса самой креветки. Но я подумал, ну все вокруг улучшают рецепты. А я что, лысый что ли? Нет, я действительно лысый. Но да. Короче, хочу провести эксперимент. Настроить, так сказать, этот рецепт под себя, под свои вкусы. И то, что вы сегодня видите, будет, скажем, дневник эксперимента. Короче, мне понадобятся креветки. Я взял вот такие вот серенькие сырые и красные. Это тоже сырые. Не обращайте внимания на цвет. Порода такая. Мука пшеничная, мука кукурузная, кетчуп, яйцо, соль, куркума и разрыхлитель. Именно разрыхлитель, не сода. Кукурузная мука тоже не обязательно, но с ней лучше. Вот теперь поле для эксперимента. Маринат у меня будет состоять из острого чили перца, чеснока, сока лайма, меда, еще табаско для остроты добавлю и соевого соуса. Приступим. Для начала чистка креветок. И голые панцири, кстати, не выбрасываю. Из них получается отличный миск. Ну, это концентрированный креветочный бульон. Поиском на канале найдете. При чистке важно оставлять на месте хвостик и вот последнюю, назовем его фалангой, пластину панциря. Ну, и, конечно, обязательно продемонстрирую удаление кишечника. Вот. Вот так вот. Да, так вот, ей-богу, смешно. Показываю в каком-нибудь ролике с креветками крупным планом удаления кишечника. Тут же набегают комментаторы с вовремя. Фу, зачем ты какашки на мисикам показываешь? Если не показываю, эти же комментаторы вопят. Фу, какашки не удалил. Цирк. Вот они, красоточки. Займусь маринадом. Чеснок надо раздолбать в труху и, чтобы проще ступки перетирать, слегка поработаю для начала ножом. И в ступку его. Вообще говоря, все ингредиенты для маринада можно было бы просто в блендер забросить, вжигнуть, и маринад был бы тут же готов. Ну, во-первых, мне лень его затем мыть. Ну, а во-вторых, нарезка ножиком гораздо более симпатично смотрится в кадре, чем жужжание блендера. Это я вам сейчас тайный видеопродакшн раскрываю. Перец в ступку. У меня уже какой-то подсохший. Ну, и он вполне в дело пойдет. Его тоже в ступку отправлю. И немного поработаю пестиком, чтобы лучше ароматы смешались. Замечательно. Пропорции ингредиентов я в ролике указывать не буду, потому что все собираю сейчас, вот прямо на ваших глазах, на свой вкус. Так что, если соберете, повторяете цепь, то собирайте маринад в соответствии со своими представлениями о прекрасном. Ну, и добавлю уже остальных вкусностей. Для солености соевый соус, а для пущей остроты табаско. И перемешать как следует. Ну, и можно мариновать кривитосы. Они очищенные, так что, думаю, долго им не понадобится в маринаде скучать. С 20 минут вполне хватит. Ну, край полчаса. Хотя, конечно, большой беды не будет, если их на ночь в холодильнике оставить. Даже, может быть, и лучше получится. Ладно, теперь, что касается соуса. Мне хочется чего-то неординарного. Чаще всего в ресторанах, в этих, в тапас-барах к таким креветкам подают либо лёль, либо майонез. Но мне хочется чего-то более интересного. Да, насчёт соуса. Я сразу ингредиентов не сказал. Значит, я использую оливковое масло. Это рафинированное. Я использую нерафинированное Extra Virgin. Я использую винный уксус. Это у меня херес. Горчицу использую острую. Да, забыл совсем. Вустерский соус. Лен Перенс. Кроме того, яйцо, естественно, чеснок и варёную свёклу. Это вот у меня уже варёная половинка вот так вот небольшая. Вот. Именно варёная свёкла сегодня будет отвечать в этом соусе за сладость и за цвет. Техника приготовления стандартно до нельзя. Масло в стакан. Понадобится 250-280 миллилитров. Это у меня оливковое рафинированное. И добавлю немного Extra Virgin. Яйцо. Горчица. Зубчик чеснока надо слегка измельчить. Чтобы блендером проще разбивался. И вот сюда же. Так. И пожужжать блендером, не отрывая купол от дна. Важно ещё правильное масло взять. С некоторыми сортами почему-то не взбивается. А с правильным рафинированным оливковым вполне себе. Смотрите, какой густой. Чем больше масла, тем гуще соус. Обычно 250-280 миллилитров на одно яйцо вполне достаточно. В принципе, если яйцо очень свежее, то и пол-литра оно прекрасно загустит. Теперь надо слегка измельчить свёклу, чтобы легче с этим блендером поработать. Ну, наверное, достаточно. Она мягкая. И в стакан её. И пожужжать. Красота! Ну, осталось довести до вкуса, добавив соль, перец, винный уксус и в устарский соус. Конечно же, чем именно придать своему менеджеру характер, дело ваше. Я напомню, сегодня у меня эксперимент. И я собираю в кучу те ингредиенты, которые, как мне кажется, создадут гармонично звучащий аккорд. Соус готов. Что у меня получилось? Смотрите, какой. Обалденный цвет, согласитесь. Так. Ага. Это классно. Он острый, сладкий. С кислинки, наверное, может быть, можно ещё добавить. Но это, я посмотрю чуть попозже. Он сейчас настоится. Чеснок разойдётся тщательно по нему. Может быть, добавлю ещё немножко вину уксуса. Но уже классный такой насыщенный вкус. Супер. Ладно, продолжаем процесс. Соус готов. Можно переходить к кляру. Сначала в сухом виде смешать пшеничную муку и кукурузную. Добавить соль, куркуму и разрыхлитель. Всё это хорошо перемешать. Прям вот хорошо. Чем лучше перемешать, тем будет лучше кляр. Да, масло для фритюра уже можно начинать греть, потому что фритюру готовому совсем не нужно долго стоять. Нагревать масло надо до 170-180 градусов. Меньше не стоит. Тогда кляр много масла в себе наберет. Ну и выше не надо, иначе корочка кляра сгореть успеет к тому времени, когда креветка внутри приготовится. Так, муку отправлю в яйцо, пару ложек кетчупа и пиво. И как следует перемешать. И не надо кляр сделать жидким, иначе он сползет весь с ваших креветок. Слушайте, я, по-моему, про пиво ничего вначале не сказал, да? Ну, пиво берите на свой вкус. Ну что, приступим. Чтобы лучше кляр креветки прилепился, сначала ее запанирую в крахмале. Если нет крахмала, можно просто в муке. И вот такую уже сухую в кляр. Смотрите, какая красота. Сам хвостик обмакивать не надо. И масло. И в таком духе поступаю со всеми остальными креветками. Уже готовый выкладываю на бумажную салфетку, чтобы она впитала в себя лишнее масло. Красота? Разве нет? Как видите, сам принцип такого блюда необычайно прост. Если креветки не мариновать, то вообще почистили, в кляр обмакнули и в масло. Супер! Но, если потратить лишних 5 минут на маринад и 20 минут на ожидание, то результат, на мой взгляд, будет гораздо интереснее. Остается снять пробу и сообщить, что получился полный отстой. Нет, но я надеюсь, конечно, что получилось все классно. Сначала без соуса для чистоты эксперимента. Какая. Так. Да, вот если бы вот такие давали в баре, это было бы просто классно. Потому что ну кляр хорош, да, он интересный, он не нейтральный за счет как раз добавленных туда вот этого кетчупа не самого дешевого соли. Куркума придает такой легкий аромат. Креветка внутри прям яркая такая по вкусу. Классная. Супер. Супер. С кружей кетчупеного это будет просто бомба. Так, ну и теперь давайте я попробую это дело с соусом уже. Какой кривенький у меня получился, да? Ну-ка. Соус. Какой соус, а? сказка. Так. Слушайте, соусом вместе это просто какой-то взрыв вкусов, взрыв ароматов. Соус чесночный, сладкий, острый, легкий такой на уровне угадайки. аромат вустерского соуса чувствуется вот в этом. Ой, слушайте, просто сказка. Такой жирной пищей можно наесть пару десятков килограммов и не замерить как. Просто фантастика. Однозначно доволен результатом, тем, что у меня получилось. На стадии маринования наверное можно пробовать маринад, какой получается. и по своему вкусу как-то настраивать, делать его более острым, более кислым, более сладким, чем хотелось бы просто так съесть, да, потому что не весь маринад в себя, не весь маринад кредки в себя впитают. Но можно добиться вообще просто улетного результата. Просто класс. Короче, отличное поле для экспериментов. Берите на вооружение, берите на вооружение, как вы знаете, и в путь. Огромное спасибо вам за лайки, за дизлайки, за активность на канале, за обратную связь. Мне так легче, собственно говоря, соображать, что же вам такого еще интересного показать. Отдельное спасибо спонсору Самури за спонсорскую поддержку и за предоставленные ножи. Вам за компанию. Всем пока. А я за кадром себе бедного налью. Ну, пока. Субтитры сделал DimaTorzok